Ребят, привет. Привет. Продолжаем наш рассказ. Принесли нам... Привет, подожди. В предыдущем видео мы рассказывали о ням-ням. О тратительном обслуживании официантов ням-ням. Вот. Мы закончили на напитке, который нам кто-то принесли пинаколаду. Вот. И... Что? Что? Она принесла облитый пинаколаду. Она у себя была липкая. Она у себя была липкая. Так как она вытекла, она, видимо, по дороге провела, она просто поставила, даже ничего не сказала. Вот ваш пинаколад. Вот. Поставила. Стол был липкий, стакан был липкий. Вот. А, значит, пицца. Что про пиццу? Хотел сказать. Пицца. А с пиццей чего? А, когда... В общем, нам потом принесли пиццу. Вот. И морс мы еще заказали. Ну и морс тоже она приняла. Она прям при нас приняла. Да, типа, ну... Она с подноса, по-моему, его, типа, это... Такая... Ой! И поставила. И все. Даже не изменилась. Да, это... Приляла его. Она еще на ноги нам приняла его. Спасибо. Это, конечно, может выглядеть, как, типа, придирки какие-то там и так далее. Но мы в кафе, как бы, не часто в целом ходим. Вот. Решили тут зайти покушать. И, типа, это просто банальные какие-то правила обслуживания и все. Да, это... Что? Что это? У меня упало. Тичка как новая. Вот. Это реально, ну, типа, правила. Какое-то не... Какое-то не... Я не умею разговаривать. Не. Ну, это не... Конечно, не ресторанный уровень. Да, типа, не требуется. Просто банальная вежливость какая-то, не знаю. А, еще про... Это... Про вежливость-то. Ага. Когда я приходила в прошлый раз туда, я брала вот тоже вареники с поджаркой. Я не понимала, что такое поджарка. Решила спросить у официанта, что же такое поджарка? Я спрашиваю, что же такое поджарка? И он такой... Он сначала усмехнулся, такой, ну, это поджарка. Такой, знаешь, типа, ты тупая, это поджарка. Вот. Он такой, ну, спасибо. Объяснили, что такое поджарка. Это вообще ужас какой-то. Слушай. Ну, типа, странно, реально. Это странно, да. Вот. Вот, Ага. Ну, и это тоже какая-то странно. Ну, вот в том плане, что она не хотела нам напиток менять. И, ну, вот эти... Очень классно, что сейчас можно, типа, везде оставить отзыв. И тебе, скорее всего, ответить. Ну, на самом деле, вот, плюс, там очень вкусно. Прям вообще. Да. Очень вкусно. Повара просто... Повара крутые. Бомба. Пицца. Пицца с курицей. Да вообще все. Да, все, что мы там заказали. Все, что заказали. Да. Вот только ради этого хочется туда возвращаться снова и снова. Да, да, да. Ну, мы туда и не вернемся. Нет, мы напишем плохой отзыв специально. Потому что... Ну, не специально, а вот, ну, типа, чтобы они... Да, ну, это реально, это, ну, странно. Поварили за этим. Вот. И... Ну, и все. Если в следующий раз придем, и будет такая же ситуация, будем обращаться уже к лучших силам. Да. На самом деле, я как сотрудник, который работал в сфере обслуживания... Я тоже, я тоже. Я могу сказать, что если сотрудник так работает, он хочет, чтобы его уволили. Ну, серьезно. И вот как они, у них, получается, даже, они без подноса все носят. Да, это тоже, кстати, странно. Это вот зона, зона клиента, ой, зона гостя, вот, когда блюдо держишь или стакан, стакан они полностью так вот обхватывают. Если какой-то бокал, они опять его, то есть, не за ножку, а за полностью его обхватывают. Стаканы я видела, она нанесла, только поставила, и 8 стаканов в блюду так вот нисла. Я хочу забреду себе. А полный, типа, или что? Зачем? Нет, не полных, но, типа... А, уносила? Обычно ставят на поднос все. А, ну да. И вообще нельзя ставить стакан на стакан, а то, типа, это по правилам. Мне кажется, это сделано так, потому что мы сидели на втором этаже, а на второй этаже с подносом подниматься, типа, вообще неудобно. Ну, возможно, да. Вот. Ну, зачем вы тогда второй этаж сделали, если вы жертвуете как бы вот такими вот вещами? Вот. Это все, что мы хотели сказать. Всем пока. 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 Пока.